что друзья посылочку вместе она вот такая у меня огромная будем вместе распаковывать я знаю что на моем канале есть любители именно такого формата видео признаюсь честно я тоже обожаю смотреть распаковки и духов и распаковки косметики и конечно же растений у других девчонок поэтому давайте вместе запечатлением данный процесс коробка такая огромная что даже не вмещается в картридж а сейчас я ее открою так пока открываю расскажу откуда она у меня и предварительно скажу о том что девочки у меня так рядом дорога рядом аэропорт поэтому может быть будет может быть будет громко на фоне упакованы все круто вот таких вот друзья у меня сломан штатив точнее сама держал которые держит телефон все хорошо по бокам вот такая прослойка который мне в дальнейшем пригодится для упаковки моих растений которые продаю так в общем сама у меня штатив друзья к сожалению пока что жду мужа когда у него будет свободная секундочку чтобы попробовать починить если не получится придется что придется покупать новый держатель скорее всего без штатива тяжело снимать значит посылочка друзья ко мне пришла из воронежа заказывали растения в группе вконтакте у одной прекрасной девушки у натальи сероусовой как я понимаю это прекрасная девушка очень любит растения какое-то время она продавала растения вконтакте разводила их дома если я не ошибаюсь и так хоечка тут чуть-чуть пострадала это . black cliffs по моему и потом через какое-то время наталья наталья построила свои теплицу и стала разводить растения там и эти растения приехали ко мне из теплицы прямиком так камнеломочка саксифаго как так она интересно называлась вижу у нее здесь небольшие такие сухие пятна на листьях так это у нас я так понимаю усики усики я совершенно не знакома с этим растение и я просила как листик от хоечки отлетел маленький но это ничего страшного такое бывает очень интересно при культуре растения я просила наталью чтобы все растения были подписаны мне это очень важно в других своих цветочных влогах я говорила что мне необходимо название так сейчас мы с вами будем распаковывать а потом как обычно все более подробно детально посмотрим вместе и изучим так это я помню что у меня филадендрон неон обожаю растение вот с такими неоновыми листьями для меня это какой-то отдельный вид наслаждения невероятно красивый класс сочетается с моим обновленным маникюром маникюр делала ночью пока все спали потому что другого времени для этого у меня просто нет так второй тубус открываем упакованы все хорошо и знаете вообще по упаковке растений я уже понимаю что если сама коробка не в земле во время того как открываешь вот эти кофры земля не высыпается то как правило они все упакованы замечательно у меня пару посылочек где ну просто даже когда я получала уже коробку просто уже высыпала земля соответственно в тех местах я больше ничего заказывать не буду потому что я считаю что к растениям нужно относиться очень уважительно и к упаковке их перед отправкой тоже нужно потрудиться и все хорошо запаковать в данном случае все отлично на двухсторонний скотч здесь все приклеено мне нравится так вот у нас это у нас это у нас это подарок ничего себе это подарок это же филадендрон булемар это невероятно приятно это очень круто у меня есть такой филадендрон это зеленая макушка от него как я понимаю и он великолепный он такой прекрасный я даже зеленую форму очень люблю ну что друзья к сожалению штатив все-таки сломался держалка для телефона развалилась на два больших кусочка но я не унываю либо муж починит либо буду покупать новую запчасть на валбрис или на зон посмотрим я хочу обратить ваше внимание что на моем поддоне практически нет никакой земли что говорит о качественной упаковки и так я достала из тубусов все свои заказанные растения и прекрасный подарок так это вот земля здесь уже это других моих посадок и сейчас аккуратненько я буду срезать этот скотч и будем вместе рассматривать каждое растение по отдельности друзья посмотрите какой у нас сегодня потрясающий закат еще было бы неплохо помыть окно но это уже тема другого видео очень красивый закат мы сегодня всей семьей нагулялись сегодня воскресенье выходной день вчера мы встречались с нашими любимыми родственниками тоже тусили и веселились общались но теперь давайте посмотрим на растения и так сразу хочу сказать что очень я довольна всем заказом примерно где-то четыре дня ну приблизительно четыре дня ко мне шла посылка из воронежа я считаю что растение выглядит очень даже хорошо единственно в некотором в одном растении некоторые листочки меня беспокоят я вам сейчас об этом расскажу и покажу некоторые растения были подписаны а некоторые нет буду вам все по памяти рассказывается где подписаны конечно замечательное поспорье и так это на супер север хоечка я сейчас понимаю что по моему все таки супер север хоечка у меня есть но хоечек много не бывает здесь прекрасный ростик и даже маленькие листочки не опали и это очень замечательно так очень хочет хоечка упасть это у нас и по приемном хвост дракона у него очень прикольные красивые большие взрослые листья такие резные я вам ставлю картиночку очень симпатичные красивые но я думаю все кто у меня давно знают и смотрят мои цветочные влоги те в курсе что я просто обожаю древнему и филадендроны это моя какая-то отдельная любовь так фил белая принцесса таковых малышечка у нее были нижние листочки пожелтевшие но в этом нет совершенно ничего страшного если нижние листочки желтеют то просто так растение переносит стресс таким образом показывает нам свое состояние в целом очень симпатичное растение очень очень маленькая крошечная и милое создание так это у нас или приемном global green красавец листья точно такие же как у золотистого только здесь получается еще такая вот салатовая варигат очень надеюсь что он будет хорошо у меня развиваться и жить так еще одна ходечка 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 кроне она black симпатяга вот у нее пара листочков потерялись во время пересылки симпатяга некоторые молоденькие листочки остались на месте так звезда просто всего заказывают ради него в принципе заказ и изначально создавался это мой первый в жизни крокодил это папоротник крокодил точное название подпишу раньше лет может быть 15 назад у меня был огромный красивый нефролепис папоротник обычные вот там в рабочем кабинете все заходили сюда спрашивали как я смогла выросли такого огромного красавчика но прошло какое-то время и он исчез из моя коллекция и вот мне очень сильно захотелось познакомиться с крокодильчиком совершенно не знаю пока что сложится у нас ним не сложится но попробовать стоит я считаю а я люблю все новое я люблю новый опыт я люблю все изучать так это у нас филадендрон сканденс неон по-моему так он называется красавец нереальный такие листики как у бразила и у медиа пикты просто такой яркий неоновый оттенок у него ок это саксифаго по моему камнеломка симпатяга немножечко у нее покоться на листочке но ничего страшного молоденькие листочки с розовиночкой боже какие они милые такие пушистенькие каем очка ярко ярко розовая и насколько я помню камнеломки пускают такие усики на которых образуются детки так а насчет этого товарища я немножко переживаю потому что у него тут листик и пожелтела и начинает засыхать это это приемного дела давным-давно его хочу вот нашла в этой группе вконтакте очень сильно обрадовалась потому что можно все одним разом заказать какие-то интересное как вам показать интересно такие листочки на любители растений на любителя вот за него немножечко переживаю но я надеюсь на лучшее что мы с ним подружимся вот такой совершенно очаровательный филадендрон муншайн это не плесень это остатки от бумаги который был вокруг обложен цветочек бумага была вся влажная я хочу сказать что все цветы несмотря на дикую жару которая у нас была они все увлажненные то есть мне не хочется бежать за лейкой и срочно их напаивать это филадендрон муншайн вот такой вот малявочка совершенно и симпатяга очередное подтверждение что я очень неравнодушна к растениям с такой вот яркой салатовый неоновый листвой я с филадендронами дружу я надеюсь что все у нас сложится так еще расскажу что хороший заказ отличное общение единственное что мне не прислали растение которое тоже было в заказе под названием аранта лемон или маранта лим онлайн как так она называлась и и не было в наличии во время формирования моего заказа и цена этого растения купила доставку и небольшая сумма у меня оставалась и мне предложили либо вернуть ее на карту либо положить на свой личный счет на этом сайте второй вариант меня полностью устроил и к счастью что я на это согласилась потому что в следующие месяцы я точно буду формировать еще один заказ я довольна мне все очень очень понравилось растение из воронежа доехали в хорошем состоянии все они живы все они здорово что буду сейчас делать конечно же вот на отдельном подносике будут они у меня стоять обработаю их зеленым мылом скорее всего антистрессом пролью их актарой тоже на всякий случай и будут эти красавцы у меня на карантине и по поводу пересадки я новое растение стараюсь сразу не пересаживать если прям я не вижу что какой-то экстренный случай я стараюсь дать им адаптироваться привыкнуть прийти в себя набраться сил напиться и только потом уже я пересаживаю их в новый грунт ну плюс конечно все зависит еще от свободного времени желания заниматься этим непростым делом пересадкой может быть будем с вами пересадка заниматься вместе в следующем зеленом влоге посмотрим и конечно прям как-то прям ну очень мило это очень приятно получает подарки филадендрон бурли маркс зеленая макушечка и здесь надпись спасибо за заказ наталья и вам тоже огромное спасибо вдруг вы смотрите это видео все супер мне все очень очень понравилось друзья если вы любите растения увлекаетесь цветоводством рекомендую вам обратить внимание на эту группу вконтакте все растения сейчас выращиваются и живут в очень красивые уютные теплицы как я узнала об этой группе у других девочек блогеров которые тоже делали там заказы которые тоже остались довольны но были какие-то может быть единичные случаи каких-то может быть нюансов которые быстро моментально у всех решались и это говорит о высокой клиента ориентированности в общем мне тоже все понравилось время уже почти 11 вечера а я только начала заниматься обработкой решил обработать вот таким средством абирон рапид очень хорошая это инсекты акарицид прекрасно борется с клещом всю коллекцию в качестве профилактики иногда обрабатываю этим препаратом мне он очень нравится а главное он очень очень экономичный и сейчас мне не нужно было много разводить я протестала вот такую бутылочку которая у меня есть всегда на всякий случай от тоника до лица с классным хорошим спреем и развила быстренько препараты вот прям столько мне нужно для применения на один раз сейчас поставлю все на отдельный подносик и пусть растения мои прекрасные мои новички приходят в себя а я очень довольная и счастливая от новых приобретений и друзья я хочу вас спросить если вдруг вы уже имеете опыт общения с микросорумом крокодилом надеюсь правильно выговорила напишите мне пожалуйста ваше наблюдение поделитесь опытом какой грунт он любит какой любит полив сажаете вы его на фитиль или нет напишите пожалуйста что то я даже немножечко волнуюсь безусловно я изучила много информации но она как всегда на ютюбе и вообще в интернете противоречивая кто-то говорит нужно хорошо проливать постоянно держать грунт влажным кто-то говорит ни в коем случае нельзя часто поливать грунт должен быть такой и такой даже кислоты везде указывают разную кислотность грунта так что я хочу посоветоваться с вами подскажите пожалуйста как правильно за ним ухаживать и больше всего меня интересует полив и конечно же грунт ну то что все папоротники любят влажность это понятно с этим фактором вряд ли я им сам угодить я не опрыскиваю свои растения но желание подружиться с ним у меня есть причем огромное давайте еще раз вместе полюбуемся на закат какой же он красивый чудесный стал участок нашего соседа а прямо это наши зеленя вот такая красота спасибо за просмотр за ваши лайки комментарии я желаю всем добра и мира до свидания друзья а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok